Смарт-объекты появились в фотошопе, начиная с версии CS2. Посмотрим, что это такое в общих чертах. Возьмем файл PSD с несколькими слоями. Фоновый слой. Слой, который создает небо в самой верхней части, ликвидируя пересвет в этой области. И слой, который просто затемняет небо с режимом наложения умножения. Выделяем два верхних слоя. Удерживая клавишу SHIFT, кликаем по второму слою. Теперь на любом из этих слоев нажимаем правую клавишу мыши. И обращаем внимание вот на этот пункт. Группировать в новый смарт-объект. Что практически означает его создание из выделенных слоев. Нажимаем. Мы получили некий слой с характерной иконкой. Один вместо двух предыдущих. Что с ним делать теперь? Ну, разумеется, прежде чем что-либо делать, хорошо бы взглянуть, что в него вошло, что он содержит. Для этого по слою дважды кликаем левой клавишей мыши. Появляется предупреждение, что после редактирования содержимого выберите опцию «Сохранить» для того, чтобы сохранить изменения. Это важно. Если мы выберем опцию «Сохранить как», то все изменения сохранятся в виде отдельного файла. Чуть дальше это будет понятнее. Пока я поставлю здесь галочку, чтобы больше это предупреждение нас не беспокоило. Итак, после двойного клика мышью на слое «Смарт-объект» открылось новое окно, которое содержит те самые два слоя, которые мы группировали. Причем, заметьте, составляющие, участвующие в этом слое, их содержимое, оно здесь представлено в реальном размере. То есть, да, действительно, вот это небо, оно было таким вот огромным файлом, кусочек из которого я подгонял под нужный размер. Слои, которые заключены в «Смарт-объекте», появились в новом окне так, как будто мы открыли вообще другой файл. На самом деле, не покидая нашего начального PSD файла, мы оказались в некой изолированной области. И в этих пределах, в пределах этой области, мы можем производить операции и применять инструменты, как в самостоятельном многослойном файле. Можно добавить новый корректирующий слой или просто новый слой. Можно сделать копию существующего слоя или что-то отредактировать. Давайте попробуем. Добавим корректирующий слой. Например, «Тон насыщенность». Ну и сделаем что-нибудь очень заметное. К примеру, «Зеленое небо». Окей. Закрываем окно смарт-объекта. Для этого достаточно нажать на значок «Закрыть окно». Или выбрать, как мы говорили, опцию «Save». Но не «Save As». Не «Сохранить как», а именно «Просто сохранить». Я сделаю так. Сохранить – да. И что мы видим? Изменения, произведенные в смарт-объекте, отразились на общем результате. Делаем первый вывод, что изменения, произведенные там, влияют на общую картинку. Теперь сюда добавим корректирующий слой. То есть наше основное изображение. К примеру, пусть это будет яркость, контраст. И сделаем что-нибудь такое же нелепое, но заметное. То есть добавим контраст. Окей. Входим в смарт-объект. И что видим? Контрастность внутри него не изменилась. Значит, изменения, происходящие вне смарт-объекта, внутрь него не проникают. Это второй важный вывод. Откатимся на момент создания смарт-объекта. Вот сюда. Мы его получили из слияния двух слоев. Но посмотрим, что еще может стать смарт-объектом. Есть такая команда place. Поместить. Нажимаем на нее. И выбираем. У меня тут припасен файл в RAW формате. Естественно, загружается адобовский RAW конвертер. Пока ничего не делаем. Просто нажимаем на кнопочку Open. Открыть. Эта картинка оказалась помещенной в наш проект, в наш PSD файл. В чем, заметьте, сразу стоит рамочка, за которую мы можем что-то такое подвигать, изменить размеры. По сути дела, это инструмент свободное трансформирование, который включился сразу по умолчанию. Но особо двигать не будем. Просто поднимем вот это сюда наверх. Так. И нажмем Enter. И маленькое чудо. Эта внедренная картинка автоматически превратилась тоже в смарт-объект. Но удовольствие нас ждет дальше. Дважды кликаем. Вы помните, что это был RAW файл. Дважды кликаем по этому смарт-объекту. И мы опять оказываемся в конвертере. Здесь мы можем что-то изменить. Ну так, грубо, приблизительно. Ладно, пусть вот так вот сильно-сильно затемним. Тут результат не важен, важен процесс. Принимаем эти изменения. И мы видим, как они отразились на конечном результате. Можно слой перенести вот сюда, например. То есть он себя ведет, как обычная картинка в коллаже. Что-то с чем-то сливается, накладывается. Точно так же, как RAW файл, можно командой PLACE поместить в проект любой посторонний PSD файл. И соответственно все слои, которые были в том файле, они войдут внутрь нового смарт-объекта в нашем текущем проекте. В меню предусмотрены некоторые команды для работы со смарт-объектами. Эту мы уже знаем. Группировать в новый смарт-объект. Новый смарт-объект посредством копирования. Эта команда означает создание в том же самом документе копии смарт-объекта, которое будет независимо от оригинала, то есть от того смарт-объекта, из которого она была создана. Копировать смарт-объект как простой слой, это менее эффективно, чем обращаться к нему посредством этой команды. Редактировать содержимое. Открывает смарт-объект для редактирования его содержимого. То, что мы делали двойным кликом по нему. Экспортировать содержимое. Эта команда сохраняет содержимое смарт-объекта в виде отдельного независимого файла. Основной файл при этом никак не страдает. Опция незаменима, если надо использовать один смарт-объект в нескольких документах. Мы экспортируем его содержимое. Сохраняем активный смарт-объект из текущего проекта в файле. А потом открываем другой проект и применяем следующую опцию. Заменить содержимое. Обратите внимание на слово заменить, а не создать. Это важно, так как в новом документе, куда мы вставляем смарт-объект, должен быть уже собственный смарт-объект, содержание которого будет заменено. И, наконец, последняя опция превращает смарт-объект в обычный слой, как одну картинку, соединяя вместе все, что в нем находится. Это то, что касается версии фотошопа CS2. Теперь заглянем в уже реальное будущее, то есть в версию CS3. Для примера возьмем тот же самый файл и опять создадим из двух верхних слоев смарт-объект. Выделяем, удерживая клавишу shift. Нажимаем правой клавишей Конвертировать в смарт-объект. В CS2 была команда Группировать в новый смарт-объект. Здесь это сформулировано немножко иначе. Да, и еще один момент, который я забыл показать в CS2, но он, в принципе, и здесь также работает. После конвертации в смарт-объект, вернусь обратно, на снимке небо темное, потому что у верхнего слоя применяется режим наложения умножения. Конвертируем слои. Режим наложения для смарт-объекта нормальный. Если мы хотим снова получить темное небо, нам надо выбрать для него свой режим наложения. Это лишний раз говорит, что этому слою со смарт-объектом ничто не чуждо. К нему применяются те же самые режимы, что и к обычному слою. Вернемся к особенностям версии CS3. Стоя на этом смарт-объекте, обратим внимание на фильтры. Казалось бы, ничего особенного. Выберем какой-нибудь фильтр. Пусть будет кристаллизация. И сделаем что-нибудь тоже непотребно грубое. Например, вот большой такой размер. Нажимаем ОК. И что мы видим? Фильтр, да, он применился. Но здесь он расположился в качестве отдельного слоя, который напоминает нам корректирующий слой. Если нам фильтр не нужен, мы его спокойненько можем выключить. А потом он вдруг нам понадобился. Мы его включаем. Но мы захотели изменить настройки фильтра. Нет, ничего проще. Дважды кликаем. Меняем настройки. ОК. Вдруг нам понадобилось применить еще один фильтр. Например, размытие Гауссова. Сильное такое размытие, которое уничтожает всю нашу кристаллизацию. ОК. Теперь мы здесь имеем набор из двух фильтров. Из которых также каждый можно отключать, включать и изменять настройки. По-моему это чрезвычайно удобное добавление. Что касается фонового слоя. К нему также можно применять фильтры. Но для этого его надо преобразовать. Нажимаем правой клавишей по нему. И выбираем слой из фонового. ОК. Таким образом мы лишаемся неприкосновенного фонового слоя. И получаем слой, к которому можно также применять любые фильтры. Смарт-объекты не лишены недостатков. Например, маски, сопутствующие смарт-объектам, нельзя перемещать и трансформировать вместе с самими объектами. Использование смарт-объектов сильно увеличивает размер файла. И, наконец, самое существенное, что чрезмерные увлечения смарт-объектами, и особенно вложенными, а не такими, тоже могут быть, это может привести к непредсказуемым результатам. То есть во всем хороша мера. Но, тем не менее, их полезность, я думаю, все же сомнения не вызывает. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok